Так выглядит горнолыжная трасса в обычные зимние выходные. А так здесь сегодня. Комплекс Авальман опустел из-за морозов. И правда, в минус 30 погоня за драйвом может обернуться переохлаждением. Даже если и есть смельчаки, здесь их уже не ждут. Прокат закрыт. Кататься в такую погоду невозможно. Подъемники тоже не работают, потому что минусовые температуры очень низкие. Все механизмы, которые должны работать, для них это критично. Такая картина и на всех лыжных базах. Есть, конечно, энтузиасты, которых ничто не остановит. Например, Анатолий из общества «Белые медведи» в минус 30 не прочь в прорубь окунуться и занять лыжню. Только инвентарь у этого опытного моржа, конечно, свой. Ну как вам, тепло? Отлично! А вот в парке центрального района фанатов фигурного катания мы не заметили. Лед единственное, что здесь приносит деньги зимой. Пока сплошные убытки. Коньки на прокат уже вторую неделю стоят нетронутыми. В хорошую погоду у нас по билетам посетителей больше 400 человек. Ну плюс сопровождающие, то есть это около 1000 человек в день посещает парк. Это выходной? Да, один выходной день. Так кому же мороз на руку? Быть может, предложение согреться теплыми ароматными напитками пользуются спросом? Оказалось, в убытках и продавцы кофе на вынос и владельцы кофеин. Ну вот мы уже продрогли от этих съемок на лыжных базах. Пора бы уже зайти согреться. Тут, казалось бы, мы и приносим кофейне ту самую сверхприбыль. Не тут-то было. Согласно статистике, мы могли попасть те 20%, которые испугаются морозов и просто останутся в теплой редакции. Бизнесмены в один голос говорят, в мороз люди предпочитают просто не выходить из дома, как кьюж тут, кафе и рестораны. Это, по их мнению, может принести прибыль лишь небольшому сегменту общепита – службам доставки. Я думаю, что это ребята, которые занимаются именно сервисом доставки еды и готовых блюд. Те ребята однозначно должны быть как минимум в стагнации в тех же своих заработках и прибыли, что у них было до этого, а может быть и с плюсом. В целом в морозы сокращается оборот примерно на 20% относительно сезонных месяцев. Это месяцы осени и весны. Морозы пойдут на спад в начале следующей недели. Бизнесмены ждут, когда столбик термометра двинется вверх так же, как и те, кто пока греется дома рядом с батареями. Так что очевидно, кто в аномальные холода останется в прибыли. Андрей Дреер, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...